В следующем году Люберцам исполнится 400 лет. Жители и власти городского округа уже активно готовятся к этому знаменательному событию. К юбилею города запланированы творческие, просветительские и социально значимые проекты. Об одном из них расскажет Луиза Егиазарян. О Люберцах и о выдающихся людях, которые в свое время посещали город. Написано немало книг и статей, сняты документальные фильмы и новостные сюжеты, созданные экспозиции в залах Краеведческого музея. 400-летний юбилей – весомый повод собрать все интересные факты в одно издание, чтобы наглядно показать богатую историю Люберецкого края. Самое главное, конечно же, для нас – это наша история. Наша история очень интересная. За многие годы, если взять только советский период, здесь проживало большое количество интеллигенции. Это и поэты, и художники, и академики, это и директора завода. Встроились предприятия. Некоторых предприятий уже сейчас нет. Но они, с точки зрения истории всей нашей страны, без лишних слов, они вписаны во все книги. И мы об этом должны рассказывать молодежи. Будущая книга будет ориентирована на подрастающие поколения. Люберецкие краеведы, историки и писатели обсудили, как она должна выглядеть. И какую информацию содержать, чтобы привлечь внимание детей и молодежи. Есть Люберцы. Есть четкая дата, которая нам позволяет говорить о 400-летии в следующем году. И мы должны просто объединить наши усилия в том, что есть. Я бы хотел, чтобы эта книга, Вадим Михайлович, там не была какой-то там автором, там, Иванов, Петров, Сидоров. А чтобы был коллективный труд вот всех здесь присутствующих. Эксперты рассмотрели несколько вариантов создания книги среди предложений, посвятить каждому столетию отдельный том и таким образом выпустить четыре издания. Также на встрече обсудили возможность присвоения Люберцам звания города трудовой доблести. Луиза Игязаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.